Уважаемый товарищ президент, для назначения на должности, включённую в кадровый реестр главы государства, представляются Крутой Дмитрий Николаевич на должность чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным специальным представителем Республики Беларусь в интеграционных структурах. Ермолуевич Максим Леонидович представляется на должность заместителя главы администрации президента Республики Беларусь с августа 2020-го работает чрезвычайным полномочным послом в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии по совместительству. Кулик Александр Антонович представляется на вакантную должность министра лесного хозяйства. С ноября 2018 года работает директором опытного лесохозяйственного учреждения Кобринский опытный лесхоз. Романовский Юрий Яцентович представляется на вакантную должность ректора Полоцкого государственного университета. С июля 2021 года работает первым проректором Гродненского государственного университета Янки Купалы. Товарищ президент, проверка изучения всех кандидатов на указанные должности проведена. Обстоятельств препятствующих назначения не установлено. Все готовы работать в указанных должностях. Что касается посольства в России, нет необходимости абсолютно никакой вам на пусты какие-то высказывать. Вы хорошо знаете, что это за посольство, работая в администрации президента. Все идеи президента относительно России вы должны были, я надеюсь, так и есть, впитать себя. Вы знаете, что это основное наше направление в экономическом плане. Что касается политики, тут и разговоров нет. Это родное, дружественное нам государство, и вы должны по такой идеологии представлять нашу страну в Российской Федерации. Главный вопрос экономика, это вопрос номер один. Будет экономика, будет все остальное. При этом хочу заметить суверенитет и независимость Беларуси, о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи из Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией. Так вот, хочу прямо сказать вам, как будущему представителю, не только президента нашей страны, в России суверенитет и независимость нашего государства, вещи постоянные, это даже не обсуждается. Я публично хочу повторить, что мы достаточно умные люди, и в России президент абсолютно вменяемый, понимающий, в каком направлении мы должны двигаться. Поэтому, сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и может даже унитарные государства. Еще раз подчеркиваю, все остальное вы знаете, что там делать. Будьте постоянно на связи в силу обстоятельств и той политики, которая проводится у нас между двумя государствами, наши отношения. Вы постоянно будете в центре внимания. Я часто говорю, что посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики это абсолютно точно. Поэтому в разговоре с президентом России, ему, конечно, подготовили справку, кто такой крутой, но не буду вам говорить, что я ему сказал, но главное, что этот человек очень перспективный. И от вас все зависит, ваша судьба, да и во многом ситуация в Республике Беларусь. Посмотрите на посольство. Надо выстроить систему. Хотя не думаю, что у Симашка там кто-то забалует. Как бы мы к нему ни относились, с его там крутым характером и прочее. Это человек системный, опытнейший человек. Поэтому думаю, что там с посольством все в порядке. Но ситуацию в самом аппарате посольства надо выстраивать таким образом, какие задачи придется там решать. Это вы также знаете по работе в штабе президента. Что касается должности заместителя главы администрации президента, ну, я думаю, вы новому заместителю расскажете, уведете его в курс дела. Все нюансы доложите ему. Он хорошо знает и работу в правительстве, в администрации президента. Опытный, грамотный, современный человек. Ну и понюхавший, что такое Запад. Я это хорошо знаю, может быть, и он того не знает, чего я знаю. Но человек нормальный, профессиональный, пробелорусский, убежденный и понимающий, что надо делать в Беларуси. Увидел одну из передовых стран мира. И то, что там плохо, и то, что хорошо в Великобритании. Естественно, что много хорошего, особенно с точки зрения экономики. Политика нам, английская политика, абсолютно не нужна. Мы не собираемся ее копировать. Это, наверное, он тоже освоил. А вот экономика, финансовая сфера. Это очень важно. Что касается Министерства лесного хозяйства. Ну, единственное могу сказать с возвращением, да? Да. Но это не значит, что конспирология здесь какая-то есть. Я понимаю, что вы не во всем были согласны с прежним министром лесного хозяйства. Но это не значит, что все плохо было в лесу. Было и много хорошего. С детства, особенно те, кто ближе были к природе, я в том числе, мы хорошо знаем, что такое лес. Но, тем не менее, контролировать ситуацию, управлять ею нужно. Учитывая все ваши перипетии в жизни, я очень надеюсь, Александр Антонович, что вы не подведете. Вот мой выбор, он несколько такой неординарный, казалось бы. Работал первым заместителем министра, потом плюнул на все, махнул, пошел в самый низ лесхоз. Хороший лесхоз, что тут скажешь. Да и вы человек профессиональный, как о вас многие отзываются, многие знают. Ошибки прежнего руководства и недопустимые поступки, которые совершил министр. Ну, естественно, не один же он там работал. Они всем известны. Я думаю, вы из этого сделаете соответствующее вывод. Что касается ректора Полоцка, ну, вы знаете, что бывший ректор, спасибо ему, согласился, и он избран руководителем. Мы будем прямо говорить, крупнейшей нашей партии фактически. Мы называем ее общественной организацией, объединений там и так далее. Но это объединение действует фактически организованно, структурно, не нарушая законы, как партия. И они вносят постоянно предложение о преобразовании некоторых общественных объединений, в том числе Белой Руси, в партийную организацию. Я постоянно их не то что сдерживаю, а предупреждаю. Это их право, что здесь спешка абсолютно ни к чему. К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме, степ-бай-степ. Они соглашаются со мной. Ну, наверное, после принятия закона о партийном строительстве встанет такой вопрос. Я не буду этому препятствовать. Мы будем развивать все организации общественные, которые занимают патриотическую с точки зрения государства позицию. Если ты за суверенитет, независимость, за свою страну, за Беларусь, все, ты человек государственный, ты человек Беларусь настоящий, мы эту позицию будем поддерживать. Должны быть разные точки зрения и прочее, но все должно быть на пользу государства, конструктивно. Поэтому ушел туда ректор Половского университета. Ну, а вам придется поработать в университете и продолжить те добрые дела, которые бывший ректор нашим. Я думаю, у вас это получится. Я не думаю, что ректор университета Гродненского дал вам рекомендацию, избавился от вас. Думаю, что это не так. Она человек надежный тоже, понимает, что делает. И мы уважаем этих людей, которые вас рекомендовали. Они несут за это ответственность. Очень надеюсь, что у вас в Половске получится. Будут какие-то вопросы, обращайтесь. Будем помогать, поддерживать. Ну, и вы посмотрите по сторонам. Вам полезно с запада на восток фактически, в колыбель нашей государственности попасть. Посмотрите по сторонам. Гродно всегда инновации какие-то добрые и полезные привносило в тот или иной регион. Думаю, это получится и у вас. Словом, в этом плане мы всегда вас будем поддерживать. Будьте человеком государственным, настоящим белорусом. Это от вас требуется, чтобы вы крепким, настоящим были патриотом. И воспитывали также молодое поколение. Потому что это будущее нашей страны, нынешние студенты. И от того, какие они будут, зависит судьба и позиция нашей страны на международной арене. И от того, какие они будут, зависит судьба и позиция нашей страны на международной арене. Спасибо.